Расскажем немного, друзья, о таких историках, которые видели несколько больше, чем было позволено, если только следовать Скалегеру и Петариусу. Таким был, например, Жан Гардуэн, французский монах и иезуит, специалист по античной филологии, историк, профессор теологии, родившийся в 1646 году, ну, естественно, даты жизни его официальной, и умерший в 1729 году, был непререкаемым авторитетом не только в теологии, но и в археологии, филологии и многих других науках. Его система распознавания фальшивых монет и ложных датировок признана до сих пор образцовой и используется коллекционерами и историками, честными историками во всем мире. Гардуэн изучал так называемую древнегреческую, то есть эллинскую, латинскую и средневековую литературу в университетах Араса и Эврё. В 1683 году возглавил и вот эта знаменательная дата французскую королевскую библиотеку. Анализируя работы древних авторов, Гардуэн пришел к выводу, что большинство книг классической древности сфальсифицированы. В течение 27 лет Гардуэн собирал материалы церковных соборов, проходивших начиная, небыто с первого века нашей эры, и считал церковную историографию плодом тайного заговора против истинной веры. Гардуэн был убежден, что авторами глобальной фальсификации древней истории были математики, юристы, врачи, поэты и лингвисты 13 века. Насчет этого, конечно, нужно поспорить, но то, что начали некие вот эти вот деятели в 13 ане, наверняка и продолжили, ведь тогда, что не признается даже новой хронологией, существовала империя, которая погибла не от того, что ее кто-то победил, а от катаклизма. Это не признается новой хронологией, но не в этом суть сейчас. И продолжим, значит. Гардуэн, значит, в своей книге «Видение критики древних авторов» писал «Я намерен показать с помощью Бога и до тех пор, пока Он держит меня в живых, что все сочинения, которые, как правило, считаются древними, за исключением книг, считающихся священными и канонизированных церквью, четырех латинских и двух греческих авторам, на самом деле являются подделками, сделанными нечестивым собранием писателям». Конечно, Гардуэн, как и иезуит и прочие, вряд ли бы осмелился выступить против этих вот священных книг. Да, если бы даже и осмелился, то наверняка, хоть уже тогда особо практики такой почти не было, не считая, конечно, мракобесную политику в Испании, но, скорее всего, это тоже фальшивый отголосок просто борьбы тартарии преданных властей с иноверцами и инакомыслящими. Так вот, именно тогда и тоже бы мы узнали о том, как этот достойный исследователь сгорел на каком-то из костров инквизиции. Редактор субтитров А.Семкин